Смотрите, как он у нас. Ребен, мыть, вообще. Да. Так, пять. Спасибо. Что же тут у нас написано? Тут на фокусе, через объектив размывает, но... Кто вчера вонял? Я? Я твое лицо в лужи валял. И тут немерено. Почти нет. Я, 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 я гадаю. Я, 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 я на фокусе. Я, я гадаю на фокусе. Ну, как он. На красный есть. Там красный горит. А, по-вечески, кто-то знает, здравствуйте, у нас зеленая. А вот... Вот так вот. вот так вот и пристегнут ну что мы ну что мы ну что мы ну что мы мы сняли на канале мы сняли знаки в машину вместо УВД Тверской отвезли в в Селилии сдали в общем что мою машину подали в розыск я пойду к ним переход у нас слева справа пойдем подробнее добрый день почему нарушаем правосудорожное движение ПДД не для всех Майк собьет вас по моей статье сейчас пойдем делаем обращение раз-два нарушим правильно? не гоже не гоже так себя вести я побежал я быстро бегу все паспорт все хорошо здесь спасибо здесь достаточно было инициалов представился сфотографировали люди как говорится по вызову проверили в адеквате ли я может быть сегодня у меня тоже пахнет чем-то вот запаха не обнаружено никакого возможно а про это просто улица соответственно будем стоять сегодня потеплее это переулок не так ветрено поэтому я думаю что до Талова в смысле пока не расстает снег до Талова прям прямолинейно а вдруг Тверясов приедет это будет если они приедут это будет подарок это будет именно 8 марта ни в коем случае нельзя их вращать они должны сидеть в тюрьме я согласен но в установленном законном сроке и это будет решать весь орган да использовать служебное положение чтобы там смотрите смотрите вы не изменить сами будь осторожны там третье ОПЕ в котором пытают людей не дай бог он туда попасть как сотрудники давайте не будем мешать Антону ну Антон я покажу я покажу я покажу я покажу я покажу да Володенька Володенька недоволен водителем вот этой вот машинки которая не пристегивается во-первых переходит в неположенном месте на замечание не реагирует не представляется то есть с ним было твое законное требование вообще да его надо оформить давай давай сейчас мы подождем пока он уедет еще еще разочек нарушен когда уже гражданский арест совершим это вы который пассажир или водитель не водитель пассажир у меня не общался но он скрывал джетон пассажир ага у меня он Шабалаков, Кузнецов и Ануфия три сотрудника которые забрали меня и увезли в неизвестное направление на самом деле я уже ожидал какой-то уголовной статьи вот но мы катались катались больше четырех часов по разным местам это цитаты и приехали около девяти часов в суд то есть меня они таким образом 9 вечера 21 то есть у меня задержание административное кто не в курсе закончилось в 2.30 вот а в 16 ну в 14 там кто-то с Кузнецовом в армии служил а в 16 напиши пожалуйста на почву кто служил напиши на почву да а в 4 часа в 16 вот на Сикстона что он там очки драйвил в армии да мобиль патрульный и 6 часов катали по Москве сказали что зашли дорогу ну вот мы изведали вот это пироговский лес водохранилище еще один пострадавший у нас все видимости они планировали избавиться от Антона либо в лесу либо в водохранилище забрали у меня всю технику видео аудио телефон то есть можно было все выкинуть в окно и сказать что у нас журналистам можно стать относительно лично смотреть на УП политики беспредел там просекающий опубликуйте это и они могут делать все что угодно жалобы поступают на телефон и на почту в виде книжки которые также сталкиваются с третьим УП вы так не оставайтесь равнодушными кто в курсе ситуации с третьим УП и страдал от них так же пишите звоните и обязательно публиковать вашу историю встреч с данными гражданами или с другими представителями флоры и фауны мы ищем с вами отлично ребята вот люди останавливаются фоткают это все я надеюсь все разместят в соцсетях вот эти вот фотки картинки да для того чтобы это это все дело получило намного большую огласку вот с хэштегами там определенными так что впрочем это все дело распространять максимально чтобы виновные принесли наказание в владимир что ваши запросы мы получили вчера вы направляли да по почте он зарегистрирован в настоящий момент собственно проводится мероприятие будет отправлен на правительство мероприятия служит подразделение и в основном порядке вы получите ответ ну смотрите у нас цель это ж не жалоба так вы же понимаете что это ж не жалоба если бы это была жалоба мы пошли в другое место писали в жалобу вот мы хотим собраться и решить данные проблемы они народ от них уже устает нам такая полиция не нужна вам тоже не нужна я понял я вас понял и мы предлагаем давайте вместе совместно примем какие-то усилия не карательными мерами ни в коей мере потому что все хотят давайте их увольнять давайте все делать не исключено это не надо решать кого увольнять кому не увольнять но если в наших силах есть что-то поправить исправить то мы готовы прийти на помощь нашей доблестной полиции я полностью с вами согласен у вас требования вы уже в обращении у нас нет требований ну у нас предложение предложение да соответственно мы не требуем ваши предложения будут изучены вот вы срок установлены получите ответ мы сейчас а работается 13 а работаем да чтобы как раз предложение мы хотим встретиться мы же почему хотим с ветеранами встретиться с советом вашим не обязательно с руководством у вас есть специально обученные люди которые знают как что делать а руководство уже довезут поэтому и говорю что раз мы журналисты да конечно нам пришли службы хотелось бы обсудить эти вопросы и я считаю что мы правильно выбрали не на имя там кого-то что-то вот ситуация единственное что известно да или нет что происходило по поводу ну вы же предоставили материал-то видеозаписи ну ситуация вам только известна или руководство тоже в курсе вот в МВД вчера вышли и сказали руководство в курсе нет нет конечно же ваш запрос он зарегистрирован еще раз он отправлен в соответствующее подразделение все в курсе все изучают записи а хорошо тогда вопрос а до того как мы отдавали вам запрос и уведомили что происходит в МВД вы не знали об этом или это коммерческая тайна я понимаю что не коммерческая мы сейчас разговариваем по поводу вчерашнего нашего обращения и вот в рамках обработки его я согласен потому что вы не уполномочены знаете почему потому что люди а вы сами понимаете зрители достаточно они спрашивают нам тоже задают вопросы скажите а вот руководство тебя в курсе что происходит вот допустим в МВД мы ответили вчера прямо в прямом эфире да в курсе и заместитель пресс-службы руководитель пресс-службы сказал да нам эта ситуация в курсе она у нас на контроле от вас мы хотим увидеть ответ вот этот услышать мы до вас довели ну мы молодцы мы молодцы или все таки руководство реально наблюдает за этой ситуацией потому что у нас не вчера случилось я понял вы можете ответить на этот вопрос вы эти перерывы возьмем свяжитесь с кем положено и скажите идет какой-нибудь что-нибудь в этом направлении или только благодаря нашим усилиям начинается вот это движение вот пожалуйста вот Антон вот у него вопросы просто ну или вкратце он оправданный человек уже я понял да просто он уже оправданный процессуально познакомься здравствуйте здравствуйте Алексей Михайлович Антон Владимир Владимирович приятно я прошу прощения вы знаете у нас строгие рамки взаимодействия я уполномочен лишь говорить по вчерашнему соответственно вашему обращению так что оно будет рассмотрено зарегистрировано и вы получите ответ только в данном случае согласен ну довести до руководства можно его пожелания все остальное мы уже и вчера по желанию услышали мы тоже смотрели ваше мероприятие поэтому а вы в прямом эфире видели? и в прямом эфире в том числе подожди нет не было выложено было 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 частично частично только хотим чтобы разбираться по закону чтобы сотрудники которые чинили бесчинство я считаю что все люди которые указаны на моем плакате они в данном случае я не могу сказать за суд но в моем лице они совершили преступления и разного рода правонарушения ну правовую оценку я лично не могу я понимаю только взаимодействовать хотим чтобы быть услышанными и возможно что мы встретимся с руководством мы как-то будем взаимодействовать чтобы таких ситуаций было меньше ну или вообще давайте сделаем следующее я сделаю немножко небольшое отступление как я сказал в МВД так и скажу вам передайте своему руководству если они нас сейчас смотрят то система ГИБДД в Российской Федерации работает на отлично есть нюансы но другие службы к сожалению начиная по ППС дежурная часть люди спрашивают ГИБДД не все регионы но ГИБДД в основном почему вот руководитель смог добиться почему ГИБДД в регионах в Московской области вот ну грамотные инспектора заходишь в дежурную часть ну все ну спросить не у кого вот что обидно почему нас и привлекло вот это внимание почему нас и возмущает это и граждан ГИБДД но опять же давайте не будем исключать с помощью вот таких граждан ГИБДД и граждане нашли понимание и ГИБДД стало обучаемым сколько потребовалось времени чтобы приучить сотрудников ГИБДД что водитель не обязан выходить из машины ну было же ну с трудом с трудом все это ну а они быстро обучаемые оказались давайте вместе совместно и научим другие службы служить народу давайте стараемся все на этом мы расстанемся значит ответ тогда когда нам ждать ну сколько у нас есть 7 дней МВД сказала раньше ответ да постараемся то есть они говорят раньше доведем друг к другу затягивать мы не будем потому что мы будем действовать мы же не говорим что пока мы не идем ни в прокуратуру ничего потому что давайте своими силами у нас есть 7 дней давайте своими силами если будем бездействовать но нас не поймут нас более сотни а так на 150 а если взять целом более тысячи мы понимаем вы же понимаете сколько у нас каналов сколько всего у нас большая проблема поймите что вот эта проблема у него спина была не обращайте тысяча была они так и не поняли в чем дело на поступальном зрители пишут граждане пишут позавчера дежурный взял взятку в размере 5000 рублей мы докажем это мы покажем можете даже видео изъять у них гражданин на самом деле был без регистрации гражданин не хочет писать заявление только после того когда он покинет гражданина был билет на 8 число он покидает страну и мы вам опубликуем записи где ему угрожали 5000 рублей в суд либо 5000 на месте он дал 5000 на месте и его отпустили 3-й уплай правильно? 3-й отдел да самая большая проблема что они даже не успокоились на фоне того что произошло они могли бы хотя бы опасаться проблемами нет они не учатся этому они чувствуют себя безнаказанно к сожалению мы к вам пришли и вчера пришли потому что они как бы поняли что с этим надо решать я помню спасибо да нет за что пока не есть коммуникацию мы так говорим что вы откликнулись мы постараемся поправить давайте мы не будем все пойдем все пойдем мы поехали домой можете предупредить мы едем туда то есть ну если там мы с руководством с одной стороны пытались вот один протокол мы уже вернули два раза вы представляете безграмотность два раза возвращали протокол суд возвращает нет они проталкивают третий суд оправдывает в отношении другого человека ну все же зеркалка один к одному я подхожу к заместителю и говорю к руководителю который отвечает за эту службу капитаник и этот как фамилия я говорю ребят ну не губите тех кто уже составил этот протокол потому что преступление Володькин я говорю не отдавайте его в суд нет вот начальство приказало я говорю понимаете что там нет состава зачем вы уже этого бедного сотрудника который написал этот рапорт составил протокол я говорю ну вы же рука владыка вы же можете отдать в суд можете не отдавать я говорю наберитесь мужества скажи молодой человек извините ради бога все у нас нет к вам претензий я говорю мы разворачиваемся и уходим нет пойдемте в суд зачем сами себе в суд зачем ну будет реабилитация будет опять же все а это ж народные денежки иски то пойдут народные денежки скажите а можно такой вот совет вот если следили за нашими сюжетами о минеральных водах каждый сотрудник даже не то что ГИБДД у них помимо ажетона есть еще и бейджик что вот подходишь даже не надо его спрашивать бывает что они агрессивно себя ведут и скажу вам что ГИБДД в минеральных водах знают на зубов любую статью я ему говорю статью он на зубов знает и нам у любого сотрудника ГИБДД полиция все там тоже выключали съемку потом извинялись то что там было я говорю кто вам ну вы же не обязаны а он говорит кто-то выходит и сказал чтобы не было никаких конфликтов в ситуации у них у каждого на машине 3-4 камеры бейджики у каждого и у них нет такой коррупции там люди подходят берут ГАИшники у нас с ГИБДД да на самом деле как-то с нормативной базы стекуются и все это разрешено это может как общественное это не запрещено но вот нам легче я вчера в останки нас столкнулся ужасная ситуация я говорю представься на кого писать заявление да я не обязан я говорю статья пятая это же есть он говорит я не обязан и на кого мне писать ГАИ так никогда не скажет ГИБДД никогда так не скажет я не обязан а ГИБДДшники знают это за вот почему они общаются с нами одно вот вроде бы МВД да и почему уважаемый генерал наладил порядок в своей службе не только в МВД а по всем регионам Черников ну красавец ну что я могу сказать я слышал как предложение тоже это вообще Черникова хвала и любой сотрудник любой начальник ГИБДД и на прием примет и съемку ведите делайте что хотите ну все сюжеты закончились вы замечаете интернет уже уходит от ГИБДД смотрите сейчас журналисты блогеры уже другие темы взяли мы сейчас уже боремся с другим вот Владимир допустим за здоровье нации борется за просрочку за очень некачественные товары против просрочки против просрочки ну в любом смысле вы поняли о чем я говорю что ли поэтому конечно мы из этого поприще уходим и действительно а что там делать там все решено Черников все решил все вопросы Голокольцев получается решил все вопросы с этой службой ну это же единичный случай да бывает ну это же единичный случай а взять другую другую службу ну это страшно ну не говоря за то что никто не скрывает что сотрудники иногда их баллы подкладывают и денежки бежут Ваша информация будет передана это не моя информация это информация которую нам граждане дают все давайте спасибо за сигнал всем добрый всем добрый до свидания спасибо за содействие да на камеру пристать сейчас нетрудно Никитин Алексей Владимирович и должность я начальник отдела службы спасибо Беликов Владимир Николаевич замначальника управления УИОЗ спасибо вам большое всего доброго до свидания до свидания а встреча с пресс-службой 50 на 50 я не сказал что я доволен прямой эфир не мешайте проезд я бы не сказал что я доволен ну по крайней мере люди сказали что спасибо за сигнал будем разбираться на 7 дней самое главное то что они следят за эфирами вчера вчера увидели за роликами следят то что мы поставили в пример сотрудники КГДТ из минеральной воды вот так вот я хотел бы чтобы у каждого было значок и бейджик что фамилия отчество должность это же не сложно в конце концов сложно да почему там ввели потому что руководитель знает что я лучше приму жалобу и накажу его чем он будет бегать негодяй и опять же с точки зрения это самое удобство сотрудников да у них эти жетоны постоянно ломаются отваливаются а бейджик вон заламинировал его так же повесил и все намного проще и дешевле блин его сделать или не сделать а как с фоткой с фоткой никто не говорит о том что не было бы значка значок как у охранника условно есть бейджик и есть удостоверение так же здесь чаще людям реагировать они в курсе всех событий которые происходили вчера у главного управления министерства МВД нажит на 14 они отслеживают благо то что как сказать есть коммуникация будем надеяться что все перечисленные и указанные на плакате сотрудники принесут свое наказание едем в мытищи все вперед ждите продолжение до встречи Продолжение следует... Продолжение следует...